Окей, всем привет, всем доброго времени суток, кто где подключается, кто с нами на инстаграме Хаксаме, кто с нами на фейсбуке Ханзе Хаксаме, кто уже на нашем колхозном зуме, вам туда же Хаксаме. И я понимаю, в этом году праздники просто повыпадали посередине недели, мы абсолютно не успеваем учиться, закончили какие-то законодательства и так далее, но если вы в полном шоке недоумении от того, куда вы попали, вы попали на ежедневный, странно, правда, по течение праздника сказать ежедневный, но урок по китсу-шуха на руку. И я решил сегодня пойти по банке, я не знаю, получится ли она сделать урок в понедельник или нет, но хотел бы выучить с вами небольшой параграф, небольшую главу из китсу-шуха на руку в самом конце праздников, а мы именно там сейчас, в самом конце этих праздников осенних, мы находимся, это глава, которая посвящена Ушана Раба, Шмини Ацереса Симхастойра. Это последние три дня праздника, где Шмини Ацерес у нас, это начинается воскресенье вечером, заканчивается понедельник вечером. Ушана Раба начинается в понедельник вечером, заканчивается в понедельник в этом году, сразу начинается Шмини Ацерес понедельник вечером до вторника вечером, и со вторника вечера начинается Симхастора. Сразу хочу сказать, что нет такого отдельного праздника Росшана и Симхастора, это все называется или Шмини Ацерес, или Симхастора. Просто в диаспоре, в которой мы пока еще с вами ненадолгое время находимся Этот день разделяется на два дня, в отличие от Израиля Поэтому уже дали два имени Один одному празднику, одному дня праздника, другому-другому дня праздника Но давайте начнем У нас продолжается Суккот На улице шел дождь, у нас шел банкет вместе с Арбаминим И поэтому давайте перейдем к изучению последнего дня праздника Суккот Это Ошана Раба Ошана Раба – это великое спасение Итак, начнем 138 глава Первый параграф Естественно, афганцы, как обычно, в Кицушханурке начинают с более мировоззренческих вопросов Будут читать и переводить Биома хамищише холамоед у Ошана Раба Пятый день холамоедов, последний день, как вы понимаете, в земле Израиля Шестой день в диаспоре, там где писал рафганцы В Венгрии это пятый день Это называется Ошана Раба Дословно переводится как великое спасение, великое избавление Теперь, что же это за день? Принято в ночь перед этим оставаться всю ночь не спящими И изучать Тору, как это описано в распорядке Сейчас скажу об этом два слова Почему так? Какой распорядок? В принципе, в ночь Ошана Раба принято прочесть всю книгу Дворим Последнюю книгу Тора и всю книгу Псалму Читаются это за ночь Я знаю, что наш с вами колхоз немножко разбалован Потому что вместо того, чтобы каждый сам себя за себя читал Ваш покорный слуга устраивает лекцию Я постараюсь сразу, говорю, в воскресенье очень занятый день Я постараюсь все равно в воскресенье вечером сделать хоть какое-то занятие Надеюсь, у нас будет возможность всем собраться в сухе и поучиться Но в любом случае, главное, даже если учеба закончится до того, как возойдет солнце Скорее всего, так и произойдет Главная часть – это прочесть книгу Дворим Совсем небольшая, ну и книгу Псалмов Которая, конечно же, чуть-чуть побольше Это традиция, то, что принято читать ночью в Ошана Раба Продолжим Дальше, почему такое трепетное отношение к этому празднику Потому что в этот праздник вершится суд касательно воды Хочу напомнить, что у нас суд – это не только Роша Шана Там решается жизнь или смерть Не только Ям-Кипур, где выносится приговор А суд длится весь период праздников с Роша Шана по Симхастойру И у каждого дня есть особое значение Особая часть приговора обсуждается в этот день Так вот, в праздник Ушана Раба Это не Йомтов, это просто будний день Но очень важный день Вершится суд на все, что связано с водой А как вы понимаете, вода имеет критическое отношение к нашей жизни Если говорить о четырех основах мироздания То вода является источником каких-либо всяких удовольствий, которые у нас есть Это и парнос, это и здоровье Это все действительно решается в Ушана Раба Потому что у Ушана Раба такой важный день Говорит, что у Ханора вся жизнь человека связана с водой А этот день – это последний день праздника То есть праздника Суккот И есть правило в еврейском законодательстве Все идет по окончанию Вот как мы закончим, запечатаем Так и будет приговор В этом и идея Йом Кипура на самом деле Потому что по окончанию все решается и так далее Но это только подчеркивает, насколько это важный день Важный день Ушана Раба В этот понедельник, в воскресенье вечером Это время учебы Торы А как мы знаем, Тора, она сравнивается с водой Поэтому принято читать Тору Как я сказал, принято читать книгу Дворим и Псану И в Шахаре ставят больше свечей в синагоге Если у вас не горит свет Но вообще, если вы освещаете электричеством То зажгите больше свечей Как в Йом Кипур И в некоторых ашкенатских общинах принято Что ведущий молитвы одевает китл, белый халатик Как мы одевали в Йом Кипур В Хабаре принято это делать только в Йом Кипур В Нусахашкина это делают в Ушана Раба И в Ушана Раба и в Пейсах Первый день Пейсах На Сейдер тоже одевают И говорят 19-й псалом в начале Шахарита Как в празднике Говорят Мизморлы Туда Как в будние дни И не говорят Нишмат Курхай Которые говорят в Шаббат и праздники Ну, я не буду дуаться подобностей Просто идите по Сидуру Там все по порядку расписано В принципе, молитва такая же, как в будний день Кроме тех частей, которые говорят на праздник Суккот И в особенности Ушана Раба Об этом сейчас мы поговорим И говорят перед чтением Торы Те предложения, как в празднике И говорят Мусов Как в Шаббат и в празднике Но в любом случае вы читаете Мусов Холомойда То есть такой же, как и Холомойда Только чуть-чуть больше, чем Холомойда И очень важный день Как мы уже подчеркнули Все по поводу воды решается именно в этот день А вода источник всей нашей жизни Здоровья, парносы и так далее Это все Ушана Раба Еще раз напомню Начинается воскресенье вечером До начала Шмини Ацет Минхат, второй параграф В 138 главе Есть традиция, которая дошла к нам от пророков О том, что в этот день мы берем дополнительную Иву Кроме той Ивы, которая у нас есть в Арбаминем Которую мы используем в течение всего Суккота Да, все знают, идет речь о Ушанасе Я уже заказал Ушанас — это связанные вместе пять веточек Ивы Которую мы потом бьем А пол в конце Ушанас Ну, до этого мы дойдем А тот, кто, у кого принято, что использует ту арабу Которую в Улаве Делает ту арабу, которая в Улаве И поэтому из-за того, что это холамоин То не разрешается еврею для себя самого Нарезать новую араву, новую иву А просят не еврея это сделать для нас Потому что от холамоин есть определенная проблема Заниматься садоводством Поэтому, и любым сельсказательствами активист Поэтому просят не еврея, что приготовили араву Сегодня, опять же, мы живем во время развитого иудаизма Большинство из нас находятся в странах развитого иудаизма Это все доступно для каждого Еще раз хочу сказать, для нашего дорогого колхоза На колхозную молитву я уже заказал И несмотря на то, что есть традиция Все время менять иву, которая у вас там Потому что там быстро заведает У меня, кстати, в этом году так хорошенько держится А кива следит за тем, чтобы заворачивать Это влажное полотенце все время Но даже если остается один листик На одной из двух веточек ивы у вас в Улаве Это все равно считается кошельным И специально для этого идти нарывать не нужно Но в любом случае Лучшее выполнение заповедей Это когда есть много листиков на иве Несмотря на то, что ива, в общем-то, считается Самым незначительным из четырех плодов Мы конкретно следим, чтобы она все время была свежая Я вот смотрел в синагоге У нас даже те экстралавы, которые у нас есть для страждущих Которые приходят помолиться И у них нет арбами Они тоже более-менее нормально Ну, уже на шаббат нам пользоваться не нужно Дальше только воскресенье и понедельник Но есть традиция Любавиш Скерба говорит, что он менял Каждый день менял, ставил новые листики ивы Даже если они оставались свежие Ставил совершенно новые Пока они у вас там есть И верхняя часть там еще есть листики Листики не совсем стали коричными На здоровье трясите им сколько хотите Но лучше всего, чтобы это были Как и та ива, которая у вас в арбаминем И та ива, которую вы берете связку из пяти штук Из пяти штук для Ашанан Чтобы было свежее, с много листиков Листиками и длинными ветхами А особо крутая фишка, традиция Самая красивая, как это нужно сделать на Ашан Берут пять веточек ивы Связывают их листиками лулава И их используют потом Как их используют, сейчас мы с вами проговорим Еще раз говорю, в синагогу заказал, по-моему, 25 штук Может быть, даже больше закажу Посмотрим дальше Итак, поехали дальше Что же мы теперь делаем с этими листиками С этой ивы в Ашанараба Третий параграф в 138 главе Кицюшхана Руха Если кто-то следит с нами по тексту Что с ними делать? Их не носят вместе, держат вместе с лулавом и трогом А когда доходят до конца Ашанут Откладывают лаву и трог и берут эти пять веточек ивы По мнению Альтараба, это нужно делать уже в конце всех Ашанут Окей, дамы и господа Вот наш замечательный синий седур, к которому мы возвращаемся А после окончания праздника Ну, совсем уже к нему вернемся И будем продолжать учить законы по порядку Распорядка дня вернемся на тридцатую, по-моему, главу в начале Кицюшу Ханоруха Но в конце этого седура у вас есть то, что называется Ашанут Сейчас я их открою, чтобы всем показать Ашанут находится на 368 странице Тотом улица по старым седурам с переводом Там нету перевода Ашанут В Ашанараба Мы сейчас об этом будем говорить Но я проговорю все, что нужно делать Читают не только один параграф Который читают каждый день и обходят вокруг Бимы А читают все-все-все-все-все семь параграфов Включая дополнительный параграф на Ашанараба И обходят вокруг Бимы по синагоге семь раз После этого тут куча длиннющих молитв Прабадула, вода, огонь, здоровье, парносу и так далее И когда находят до самого-самого конца Там их читают в принципе в общине Потому что в Миньяне Потому что есть там всякие штуки, которые говорят вместе И в самом-самом конце Там кричат трижды В некоторых общинах принято после каждого круга еще трубить шафар И в самом конце говорят Игир Ацон По просьбу о том, что будет Бог наших отцов Который избирал пророков достойных И вспомнил все наши заслуги И тут куча классных важных проезд по поводу всяких-всяких важных вещей И после того, как это заканчивают Только после этого бьют работ по земле Пять раз Пять раз нужно ударить, чтобы отлетели листики Наши уборщики будут потом долго убирать Синагогу Нужно сильно-сильно ударить, чтобы листики отлетели И тем самым уничтожаем все нехорошие какие-то наезды на нас и так далее И получаем окончательный хороший приговор за здоровье и парнос Так делается Ошанут Это будет в понедельник рано утром Начинаем молитву раньше, потому что очень длинная молитва Так что не обессудуйте тех Как говорится, молитва начнется в 6.45 Ошанут будет приблизительно Ну, я предполагаю, где-то в 7.20 И достаточно долго они длятся Ну, где-то полчаса будет только Ошанут Продолжим дальше И после этого бьют Когда закончили Ошанут Есть традиция В Хабаде это не принято Их крутят над головой Или некоторых трясут Точно так же, как трясут самну лап Ну, а главное, потом бьют сильно Пять раз по земле Здесь говорится, даже если не отлетели листики Не страшно, но я вам конкретно говорю Что важно, чтобы листики, да, отлетали И говорят эту молитву, просьбу всяких и так далее Которая находится в конце Ошана И после того, как закончили бить Не выбрасывают их просто Потому что это часть заповеди Некрасиво так относиться к заповеди И есть традиция, что их прячут и держат Как и все три остальных плода Связанных с праздником Суккот до Пейсаха И потом их кидают в печку Которую пекут мацу Ну, в наше время мы не бегаем Хотя, дай бог, я уже думаю о том Что в этом году устроить колхозный поход На выпечку мацы Самим спечь свою мацу Но есть традиция, что их потом вместе Остальными тремя плодами, кроме нитрога Сжигают вместе с хамецом перед Пейском То есть хранят их до еще полгода Есть хорошая штука Что если уже каким-то представителям Этого материального мира Сделали одну заповедь То есть постучали То сразу его можно направить И на другую заповедь На выпечку мацу Но сегодня в основном это используют Для того, чтобы Когда сжигают хамец Перед Пейсахом Это все касательно ушана раба Я сразу хочу сказать, что молитва утром ушана раба Достаточно сложная Там много всяких деталей И если у вас будет желание, возможности, силы Приходите рано утром в синагогу Все объясню, покажу, постучу, побьем Прямо как в бане Этими вениками Только по полу, а не по друг другу И листики будут лететь в пух и прах Продолжим дальше Четвертый параграф 138 главе Ночь седьмого, восьмого дня Остановки праздника Суккот Первый Йомта Понедельник вечером На этом году Ждут до конца дня То есть, чтобы Кидуш сделать уже По наступлению ночи То есть, не с выходом звезд Как обычно принято делать Чуть раньше начинать праздник А нет, ждут именно до конца Потому что конкретно сказано Восьмой день То есть, должен наступить Астрономический восьмой день И тогда делают Кидуш И говорят В отличие от Песла Последние два дня праздника В Песлах не говорят А сейчас мы да говорим Потому что этот праздник Никак не связан с Суккотом Это сам по себе праздник Потому что уже в молитве И в Кидуше Мы называем по-другому Этот праздник Говорим восьмой день Когда мы останавливаемся с Суккотом А если скажут Сидеть в Сукке То это одно противоречит другому Потому что мы уже начинаем Новый праздник Например, говорит Сидимся в Сукке Вы обратили внимание Что несмотря на то Что праздник закончился Все равно принято Оставаться и сидеть в Сукке Поэтому, говорит Следующий параграф Пятый параграф В 128 главе И в течение всего дня До окончания дня Следующего дня В этом году До вторника вечером Кушают и благословляют Сукке Но не говорят Как мы говорили раньше Есть в некоторых общинах По окончанию праздника Заходят в Сукку И говорят специальную молитву Прощание славянки с Суккой Нет, не славянки, а нас Прощание с Суккой Хотя славянки Прощание славянки Тоже было написано Не бреем Но не суть важна И те, которые спят в Сукке Есть такие, которые облегчают В этот день Но есть такие, которые устрожают Что касается Хабада В Хабаде принято Кушать в Сукке Точно так же Как вы делаете это В течение всего праздника Суккот Напомню, что в Хабаде Принято кушать все И кушать, и пить Все это делать В Сукке Принято точно так же Делать это и в Шмине Ацеры Только не говорят Благословение Ли Шебе Сука Но все Как бы Суккот продолжается Хотя это новый праздник А в Шмине Ацерес Уже даже Есть такие мнения По которым запрещено Конкретно кушать в Сукке Но об этом Мы с вами поговорим С Божьей помощью В понедельник Итак, на этом мы сегодня закончили Прошли в Шанараба И Шмине Ацера На ваше усмотрение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok